Отец и сын Самолёт, летевший из Каира, приземлился на пустынном берегу Красного моря. Вокруг были только пустыня и море, больше ничего. Из самолёта вышел Бен со своим сыном Дэви. Бен жил в Каире, он был опытным лётчиком, но не имел работы и должен был как-то зарабатывать на жизнь. Он стал снимать фильмы о рыбах. Чтобы получить большие деньги, Бен решил снять фильм об акулах. Для этого он и прилетел сюда. Он часто брал в полёт своего сына и немного научил его управлять самолётом, хотя Дэви было всего 10 лет. И в этот раз он взял его с собой. Бен, собираясь спуститься под воду, приготовил кинокамеру, надел маску и акваланг. Когда Дэви, помогавший отцу, понял, что сейчас останется один на этом пустынном берегу, он спросил, «Скажи, отец, сюда приходят люди?» «Нет, мы здесь одни», — ответил отец. «Сюда можно прилететь только на самолёте». Увидев, что сын боится, Бен успокоил его. «Не бойся, я вернусь минут через 20». Бен, державший в одной руке кинокамеру, а в другой кусок мяса, стал спускаться под воду. Мясо было нужно Бену, чтобы привлечь внимание акул, которой здесь было огромное количество. Он знал, что плавать среди этих страшных рыб было очень опасно, но он плыл и думал, что сможет заработать много денег. Бену не пришлось ждать долго. Скоро собралось много акул, и Бен увлёкся съёмками. Он не заметил, что одна из акул подплыла к нему. Он увидел её только в тот момент, когда она плыла прямо на него, но было уже поздно. Защищаясь кинокамерой, Бен начал подниматься на поверхность, но акула не хотела оставлять свою жертву, и быстро плыла за ним. Вдруг он почувствовал резкую боль в руке и ноге. Собрав все свои силы, он выплыл на берег. Увидев отца в крови, Дэви бросился к нему. Бен был без сознания. Мальчик понял, что случилось там под водой, и с ужасом смотрел на отца, не зная, как ему помочь. Когда Бен пришёл в себя, он увидел испуганное лицо сына. Бен понимал, что он не сможет везти самолёт, а здесь их никто не найдёт. Значит, их спасение зависит от сына, десятилетнего мальчика. Дэви, с трудом заговорил Бен, ты должен помочь мне сесть в самолёт. Дэви было очень трудно выполнить просьбу отца, но он так хотел помочь ему. От боли и слабости Бен часто терял сознание. Наконец, отец и сын были в самолёте. Бен открыл глаза и, стараясь говорить спокойно, чтобы не испугать мальчика, сказал, «Слушай, Дэви, я не могу управлять самолётом, я тяжело ранен. Это должен сделать ты. Я буду помогать тебе». И он начал говорить мальчику, что надо делать. Мотор заработал, и самолёт поднялся. Полёт, продолжавшийся несколько часов, показался Дэви бесконечно долгим. Хотя Дэви боялся, он выполнял всё, что ему говорил отец. Вдали показался Каир. Самое трудное было впереди. Дэви сомневался, сможет ли он посадить самолёт. Он знал, что это трудно даже опытному лётчику. Когда самолёт подлетал к аэродрому, Бен опять потерял сознание. А Дэви нужны были советы отца. И он летал над аэродромом. А люди, видевшие с земли самолёт, который всё летал над ними, не понимали, что случилось. Наконец Бен открыл глаза. Ему было очень плохо. «Где мы?» с трудом спросил он. «Мы прилетели, отец», сказал Дэви. «Но я не знаю, как посадить самолёт». Отец видел страх в глазах мальчика. Надо было его успокоить. «Наш самолёт приземлится благополучно. Если ты будешь делать, всё спокойно. Слушай меня». Сердце Бена сильно билось. Он понимал, как трудно сейчас его мальчику. Но вот Бен почувствовал, что самолёт бежит по земле. А потом наступила удивительная тишина. Бен подумал, «Мы спасены!» И опять потерял сознание. Задание 1. Ответьте на вопросы. Где происходит действие этого рассказа? Кто является главными героями этого рассказа? Почему Бен решил снять фильм об акулах? Что случилось с Беном под водой? Какой момент полёта был самым трудным? Легко ли было мальчику везти самолёт? Почему Дэвис мог посадить самолёт? Что вы можете сказать о характерах отца и сына? Задание 2. Согласитесь или опровергните суждения. Дэвис смог долететь до Каира, потому что отец научил его управлять самолётом и во время полёта помогал ему своими советами. Бен – несерьёзный человек, который зря подвергал опасности свою жизнь и жизни своего сына. Бен правильно воспитывал своего сына и из мальчика вырастет настоящий мужчина. Задание 3. Восстановите ситуации, в которых употребляются словосочетания. Пустынный берег. Опытный лётчик. Привлечь внимание. Резкая боль. Потерять сознание. Приземлиться благополучно. Задание 4. Попытайтесь рассказать, что мог чувствовать Дэви, управляя самолётом вместо отца.